Всем привет, чуваки! Вы смотрите канал Кэммэзмен. У нас на улице уже 31 градус с плюсом. Лето пришло. Время есть арбузы. Еще не местные, но не менее вкусные. Продавщица сказала, что эти арбузы из Ирана вкусные, но пока еще не самые сахарные. У нас сегодня встреча. Мы ждем время, когда нам пора будет уже выходить из дома. А вчера я покатался на электросамокате. И покатушки были вообще супер-мега-крутыми. Я проехал 10 километров. Правда, уже горела лампочка перегрева, но неудивительно, 30 градусов на улице. Но вообще, 26 километров в час просто... А пока торчим дома и смотрим Бэткомедиан. Мас берет гранату. Мас берет гранату. Сегодня у нас встреча с нашими барнаульскими друзьями, с Олей Егором, тату-мастеры. Которые вообще, блин, колесят по странам и мусят такие фишки, о которых думаешь, господи, да... Ну, а что, так можно, что ли? Блин, круто. А что я не стал татуировщиком? А, набивал бы портаки. Но перед этим сейчас в галерею шорта надо купить у меня дырку на жопе. Ну, если что, дырка на жопе, не в жопе. В жопе... В жопе дырка или отверстие, кстати? Чисто технически. В очередной раз Pull&Bear пролетел у нас как фанера над Парижем, потому что там ничего, что-то нету в последнее время такого прям... А что, мы что, в Заре? Это женская. Зашли еще в Заре, а в Заре слишком все, типа, классическое. Идем в H&M, потому что, кстати, вот эти вот оттуда же. И мы там такие же видели, сейчас, походу, такие же и возьмем, если будут мой размер. В H&M, к сожалению, нету того цвета, есть другой какой-то, но он какой-то серый. Чипа как, не знаю, что, как вот... Ради аккуратней. Ради аккуратней. Где-то, ногу сними. Там, где карман. Это так и не видно. Она на просвет, короче. Ну вот, вот здесь вот, линия. И также с правой стороны. Сейчас я вам их покажу, чтобы уж еще раз убедиться, что они не подходят. Или наоборот, вдруг затормозит свой взгляд. Это вот такие же, как у меня. Изучаем мой размер. Мои старые шорты. Все-таки, наверное, сейчас померяем. Может, и возьмем. Вы скажете, разницы нет. Разница есть. Там есть дырка на жопе, а здесь нет. Мы купили шорты. Привет! Чики-сики. Привет-привет. Ну вот мы свидетельствуем. Как дела? Хорошо. А что приехали? Что надо-то? Вот это верно вы сделали. Тогда welcome. Да-да. Все верно? Все верно, идем туда. Я тебе перебил паузу, пока тихая песня. Ребята, ну-ка, ну-ка, расскажите, чего вы там, чего вы еще, а чего вы, до какого вы в Краснодаре? И мы здесь будем ждать 9-го числа. Вы можете прийти и заканчить, что у нас с татуировочками. Так что все очень здорово, все на уровне было судье. Вот тут где-то инстаграм, да? Два часа спустя. Два часа спустя. Два часа спустя. Два часа спустя. И это новый трек. Новый трек. Качайте в iTunes. И качайтесь. Короче, ребята решили покататься. Сейчас Егор будет. Ну, нажимай. Толкайся сильнее, вот. Ногу ставь вторую. Ну, надо привыкнуть. Качишон, как бы. Сильно-то это, не разгонишься. Поэтому... Да еще плитка, я еще пока страшно. Ну, я не могу. Окей. Около музыкального театра, открытый кинотеатр. Люди смотрят фильм. Какой-то старый советский фильм. Военный. А вообще, сегодня, завтра, послезавтра, три дня будут показывать такие фильмы, такие военные тематики «Городском саду бесплатно» в 8-30. Он мне как-то интересный, где там. А где там, ну? Ну, где-то. Клево. Катаемся дальше? В общем, в этом году много таких фильмов покатывали. Мы доехали до низа, да... Это, что я забыл? Ведь краевой какой-то там суд. Стоим на дороге. Сейчас, наверное, надвинем обратно. Может быть, еще встретим Егора и Олю. Потому что они сюда шли. Так быстро доехали вообще. Прикольно. С одной стороны, это прикольно. Типа мы двигаемся, ну, то есть, с точки зрения скорости, это круто. Но с точки зрения физической нагрузки, это не круто, потому что мы могли потолкаться. Но мы... Мы 4 километра будет проехать. Да. Деление даже не уменьшилось вообще. К 17 примерно километров в час скорость была. Я вообще на максимум даже не выжимала. Кайфец. У многих, наверное, возникает вопрос, а что было вообще интересного в те дни, когда мы не снимали? Ну, мы встретились с Кириллом Петровым, с Варпачем. Он приезжал в Краснодарский край, ну, типа, как по делам, короче, заглянул в Краснодар, ну и было вообще грех, типа, не увидеться. И мы встретились, классно посидели, пообщались, но не стали снимать в этот день влог. Времени было и так мало на встречу, поэтому не хотелось тратить время еще на съемку, типа, на камеру. Мы просто посидели, классно пообщались. Витальку, короля Анапы, мы проводили в Москву. Теперь он гоняет с Жаком Энтони, или что-то типа того. Есть такой рэпер? Ну, вот, в общем, он с этим чуваком в тур поехал по стране, взял у нас пушку, так что у нас Canon 70 теперь без микрофона пока, то есть до конца этого месяца он гоняет. Надо, кстати, написать ему, как он там вообще, все норм. Справляется ли, мутит, ну, Виталия справляется, я думаю. Он крутой оператор, он молодец. Алиса тут нифигово поболела, была реакция на лекарства, типа, как можно сказать, аллергическая. Несколько дней вообще с жучайшей головной болью и давлением высоким торчало дома. Это было вообще очень неприятно. Здесь паниковали, можно сказать, немножечко, мы такие перебездели. Мне ничего не помогало. Еще большая новость. Я все так же не снял никакой клип, нифига я не снял от Жираф ТВ. Короче, мысль от того, что, типа, ну, мы реже снимаем влоги и реже монтируем больше времени, мысль то, что, типа, больше времени на другие какие-то дела, она, короче, она лживая мысль, потому что лени становится еще больше. И ты, короче, тонус теряешь поэтому мы будем снимать чаще. Чаще будем снимать. Подписывайтесь на канал, жмите большие пальцы вверх, оставайтесь вместе с нами, друзья. Увидимся в следующем влоге. Покеда! 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 Субтитры подогнал «Симон»